Доброе утро, прошу вас. Тема сегодняшней нашей работы – организация пассажирских автомобильных перевозок. К этому вопросу мы подходим не только и не столько потому, что было ряд происшествий на дорогах, но и потому, что в нашей жизни существует много направлений и вопросов неупорядоченных. А поскольку это безопасность людей наших, граждан, я уже не говорю о налогах, злоупотреблениях, хватает там, этот вопрос подлежит упорядочению. Что касается перевозок автомобильных, это касается маршруток, которые курсируют в городах и между населенными пунктами, машин, такси. У государства к данной сфере есть два простых требования. Первое – безопасность людей. Таким видом транспорта пользуются многие наши граждане и гости страны. Второе – легальная работа перевозчиков. Легальная работа – легальная, потому что выручку занижают, прячут, в конвертах зарплаты платят, налоги не платят в бешеных размерах. Ну, это мы занимаемся правоохранительные органы. Хотелось бы, чтобы Кубраков мне доложил вместе с Терцелем до Нового года для принятия решений. И здесь. Нечего с ними разговаривать. Налог не уплатил туда. Я понимаю, что в общем понятное и справедливое правило соблюдают далеко не все участники этого бизнеса. Как показывают проверки Комитета госконтроля, бессовестных дельцов немало. За 9 месяцев 2023 года проверили чуть больше 10 тысяч автомобилей, выявили 9 тысяч нарушений. Самое страшное, что нелегалы намеренно уходят от требований безопасности, которые предъявляются к регулярным перевозчикам. Наличие необходимой водительской категории и стажа. Людей возят все, кто хотят. А потом дикие аварии, как под Смолевичьими. Гибнут дети и полтора десятка человек. Никто не виноват. Поэтому стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, техосмотра нет, режим труда и отдыха не соблюдаются. Бомбят с утра до вечера эти водители, потому что это же деньги для хозяев. Такое отношение к делу рано или поздно приведет к трагедии. Как я уже сказал, подобные в Смолевическом районе, где погибло полтора десятка человек. И дети тоже. С финансовой точки зрения чаще всего выявляют сокрытие выручки, как я сказал, дробление бизнеса, зарплату в конвертах, неуплату налогов. Я думаю, что нам, Роман Александрович, надо ужесточить, это вас касается тоже, вы знаете, ужесточить наказание по реальным вещам. Раздробил там бизнес, отвечай, не уплатил налоги. Слушайте, кто нас упрекнет? В Америке пожизненное заключение можешь получить за неуплату налогов. Демократичная страна. А мы чего телепаемся? Отсюда недобросовестная конкуренция с легальными перевозчиками, что сказывается на работе всей отрасли автомобильных перевозок. То есть, возят бессистемно, крадут, воруют, не платят налоги. Конечно, какие автобусы и прочее могут с ними конкурировать, правильно? То есть, неравные условия. Мы что, этого не видим? Потери бюджета исчисляются десятками миллионов рублей. А добрать совестные перевозчики вынуждены закрывать свой бизнес, увольнять людей. Вот и вся справедливость. Поэтому сегодня нам нужно досконально разобраться и установить единые для всех правила игры. Жесткие, прозрачные и понятные. Никого не надо давить, травить, увольнять и прочее. Правила игры одинаковые для всех. И для легальных, и нелегальных, и организованных, и неорганизованных. По единым правилам. Шаг влево, шаг вправо. Определить надо, какие функции берет на себя государство, как регулятор. Как будет осуществляться тотальный контроль в этой сфере. Какие дополнительные обязанности появятся у перевозчиков. Правительством подготовлен проект указа, регулирующий отношения в сфере автомобильных перевозок пассажиров. Я вижу, предлагается организовать реестр легальных перевозчиков, диспетчеров и других участников процесса. Я думаю, вы определитесь, каких других. Чтобы у нас опять не было там каких-то возможностей уйти от правил. Кто не включен в данный реестр, оказывается вне закона. Его деятельность будет выявляться и пресекаться контролирующими органами. То есть, тебе разрешили перевозить людей такси и маршрутками. В реестры ты иди вози. Правила будут тоже установлены. Если тебя там нет, и не дай бог ты занимаешься этими перевозками, к Убракову и к Тертелю, там места еще у нас есть. Жесточайшим образом надо пресекать это, чтобы понимали. Но еще раз говорю, не надо давать им повод, что мы задавили, мы кого-то травим и так далее. Все, кто может, кого допустили к этим перевозкам, работайте. Все в равных условиях. Еще раз говорю, шаг влево, шаг вправо. Жесточайшее наказание. И еще, поскольку одна из тем касается интернет-агрегаторов, очевидно, что всем, кто хочет работать в Беларуси, необходимо разместить свои информационные системы на нашей территории. К Новому году эта норма должна работать. Никаких польских, немецких и голландских фирм. Это непреложные требования государства, как гаранта обеспечения безопасности, защиты персональных данных, пресечения противоправных действий. Как здесь обстоят дела и какова позиция агрегаторов? Берите на контроль. Это твой хлеб, все на контроль. Кто не выполняет, докладывай немедленно. Хотел бы сегодня услышать позиции всех заинтересованных ведомств по внесенному проекту указа. Все ли учтено в представленном проекте указа? Достаточно ли этого, чтобы обеспечить безопасные перевозки и прозрачную легальную работу? Проект разработан в правительстве при участии КГК и КГБ. Разберемся в деталях этого проекта. Уважаемый Александр Голович, уважаемые участники совещания. Автомобильным транспортом за 9 месяцев этого года перевезено 690 миллионов человек, что составляет 102,6% к прошлому году. Перевозки на регулярных маршрутах лицензируются в настоящее время. Такие перевозки осуществляют 905 юридических лиц и 767 индивидуальных предпринимателей. Мы их знаем, они зарегистрированы в местных органах власти и нарушений не допускают. Они подписали договора. Есть, которые работают нелегально. Это я дальше говорю. Под видом якобы нерегулярных перевозок. Они регистрируют себя, как будто поневозят свадьбы, экскурсии, какие-то корпоративы. То есть они не регистрируются как регулярный рейс. А на самом деле идут впереди автобусы, которые регулярные. И собирают весь пожарный пакет. Деятельность по перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении не лицензируется. И в этой связи необходимо отметить, что в 2017 году декрет номер 7 государство пошло на то, чтобы либерализировать этот рынок. И этим декретом было принято решение не давать лицензию на нерегулярные перевозки. Но бизнес это понял обратно, вседозволенность и начало нарушение законодательства. Нарушение не платить налоги и прочее и тому подобное. Ну, теперь пусть обижаются сами на себя. В большинстве случаев организуются работы по перевозке в нерегулярном сообщении. А здесь основная доля это такси. Это тоже нерегулярно, потому что это не по расписанию. Это организует работу иностранные субъекты, так называемые диспетчера. Информационные системы и ресурсы зачастую находятся за пределами нашей страны. Ограничений для деятельности нерезидентов в качестве организаторов перевозок диспетчеров не установлено. Также не требуется получение каких-либо разрешений. Как показывает практика, эти компании заинтересованы лишь в получении доходов, не взирая на законность выполнения таких перевозок. Информация о выполненных заказах и сведения о заказчиках перевозок хранятся на серверах, находящихся за пределами Беларуси, что напрямую влияет на обеспечение национальной безопасности. То есть ты заказываешь такси, маршрутки там где-то едешь, вот эта вся информация собирается на иностранных серверах, и там это все хранится, да? Если говорить о такси, Александр Ильич, то если вы садитесь в такси по этому сервису, то вы на самом деле платите деньги за перевозку и платили до санкционного этого периода, и деньги человека и информация об этой перевозке уходила за рубеж, в данном случае в Голландии. Когда начались санкции, эта картина изменилась, деньги начали уходить в Россию. Кроме того, вот вам за перевозку необходимо заплатить 10 рублей, эта компания себе оставляла 20-30%, там разные, там условно 3 рубля, а 7 возвращала тому перевозчику. Вот такой был схема расчета. Ну, по такой схеме работают и другие сервисы, Александр Ильич. Ну, я хотел бы обратить внимание на то, что прозвучало и у вас в вступительном слове. Безопасность перевозок ухудшается. При выполнении транспортной работы главным критерием качества на сегодняшний день является доступность и точность, имеется в виду расписание. В связи с этим, по этим вопросам увеличивается количество жалоб граждан. На сегодняшний день основными госорганами, которые контролируют законодательство по перевозкам, являются Министерство внутренних дел, Министерство транспорта и коммуникации, Министерство по налогам и сборам. Вместе с тем, существующие размеры штрафов и меры ответственности не позволяют должным образом пресечь нарушения законодательства. С целью наведения порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров подготовлен проект указа об автомобильных перевозках, которым предусмотрено создание государственного реестра перевозок пассажиров, в который будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах, автобусах, легковых автомобилях и автомобилях такси, водителях и диспетчерах. Это законченный перечень. То есть не только, Александр говорит, что включаться будет компания какая-то в этот реестр, а потом мы ее исключим, деятельность будет признана незаконно, но используемые автобусы в стране. То есть если тоже на этом автобусе эксплуатировался и были нарушения, то это не даст возможность перерегистрироваться компании и под другой вывеской снова заниматься противоправной деятельностью. Обязанность для субъекта вводится представлять государственным органам безвозмездный круглосуточный доступ к выполненным заказам, передавать заказы на перевозки только перевозчикам, сведения в отношениях которых внесены в реестр. В целях уменьшения импорта услуг, снижения риска утечки персональных данных граждан, указом установлено право иностранных компаний оказывать услуги диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении диспетчера такси только в случае создания именно территории Республики Беларусь юридического лица, а также обязанность для субъектов использовать в своей деятельности информационные системы и ресурсы, размещенные на территории Беларуси. В целях повышения уровня безопасности для перевозчиков установлена обязанность в виде фиксации выполнения перевозок пассажиров. Указом предусмотрены механизмы при остановлении нахождения и исключения из реестра для недобросовестных перевозчиков.